добрый день дорогие друзья здравствуйте дорогие любители леса вас приветствуют грибоведы подписывайтесь на наш канал ставьте лайки потому что на нашем канале вы узнаете много нового интересного про огромное царство грибов хорошо а сегодня у нас сегодня у нас 9 июля 2021 года мы уже собирали лисички первые лисички этого года ну а сейчас идем в другое место смотреть и надеемся что тоже найдем ну не найдем так как говорится что делать ну если обратить внимание то действительно лес очень сильно отличается от того где мы собирали этот раз вот в предыдущем фильме критисе здесь у нас сосновый бор шикарный такой ну вот здесь будем искать посмотрим ну да и вот тут у нас небольшое лесное озеро ну сейчас посмотрим его берегам будем искать лисички если найдем очень будем рады хорошо идем до жарище стоит уже сколько дней вот сейчас больше 30 градусов земляникой пахнет прям лет благоухает ну вот сейчас по грязям ехали так грязь не высохла значит еще как-то или подпитывает подземные родники вот ладно хорошо сейчас выйдем на вас на озеро так а вот и первые лисички тоже значит растут ну какие-то они тащихвостые тоненькие темно-темно-оранжевый ну это тоже хорошо берем берем что у нас здесь рябина растет это калина растет сосны мать мачеха и ну ладно и вот тоже если сейчас вот так глянуть вот смотрите здесь на борту каналы то есть рельеф сломан это противопожарный ров и вот на этом рву как мы говорим что больше предпочитает как бы вот там где изменение рельефа ну ладно хорошо и вот это какой-то можно назвать лесное болотца или лесное озеро вот несмотря на жару вода стоит ну такое чувство что там просто размыло и это моды водохранилища сюда прорвало ну это она уже давно здесь вот вдоль этого озера здесь более такое влажное место поэтому смотрим здесь то что в основном лесу так аж все хрустит единичные экземпляры что для лисички удивительно обычно они многочисленными семенами таким а тут по одиночке когда действительно очень тяжело на такой жире жаре расти грибам ну ладно что ж вот и и подружка размер самый-самый лес тут так конечно мне очень нравится такой парадный широкий просторный можно сказать парк ну такое чувство что здесь поля были или все было вырублено ну работники музея местного говорили что во время во время войны все вот эти местные леса были просто вырублены для нужд фронта лесов этих не был ну другой стран судя по вот этой сосне но ей явно больше 80 лет короче непонятно кто может рассказать что же здесь на самом деле было что ты говоришь я 10 хочу но здесь одна его лишь ну да вот я говорю одиночные так растут а вот такая вся яркая на фоне лесной зелени да так да смотри-ка 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 бедняжки я ли я ли растут тут у нас земляничка и черника синеет все мощнее и мощней слепней больше чем на болоте да на болоте не было а тут смотри что творится вот народ нас постоянно спрашивает чем вы мажете а чем мы можем все мы можем все дэто и просто тут непонятно вот дэто уже старая дэто от комаров крем причем не аэрозоль вот с алоэ вера вот 4 часа вот так это все звучит ну это уже давно сколько лет ну третий год уже третий год вот мажемся очень понравилось вообще классно надо сидеть с этими с производителями пусть платят за рекламу но нам это понравилось действительно очень мягко ник не раздражает кожу и спасает и от слепней и вот от комаров все шикарно вот сейчас намазался и уже все единственное что вот такая такой железный тюбик то классический классический советский да и поэтому вот он уже за это время в кармане потерял свою первозданную прелесть ну ладненько хорошо ну чё продолжаем пройдемся посмотрим ну вот другой лес и другие по-другому и грибы растут он среди как они прячутся в мох он полностью зарыты от жары спасаются очень хорошо вот тоже причем и не видно все бликует на таком солнце ну это хорошо значит лес проснулся будем собирать ну и во мху и в зарослях черники стараются где-то так вот тайком вылезти наружу вот что значит жара но этот год войдет в историю конечно он по радио каждый день объявляет о побитии очередного погодного рекорда но сейчас вот где-то 31 градус мы по дороге вот в доехали в реку в реке искупались так вроде ничего нормально сейчас что-то опять хочется в реку и больше никуда не ходить но пройдемся еще до хорошо ну что вот тут как-то на одном расстоянии от воды полоса такая вот идет ну приблизительно и вот по этой полосе ну на ней чё-то и растет да чуть повыше подымаешься нету ближе к воде тоже нету то есть вот лисички нашли видать оптимальной для себя влажность и вот в этой полосе вот так вот и прям семья за семьей семья за семьей хорошо янта радует дух конечно стоит такой земляничный ветра практически нет ты прям идешь как поэтому даже трудно сказать почему по земляничному лесу кстати по нему мы и ходим все но какие ягодки но мелковатая на заре видать она нет возможности налиться хорошо ищем дальше тут елочка встретилась что тут под елочкой под елочкой тоже сидят спрятались то есть надо пристально всматриваться в листву под под листвой под мог прячется от жары семейка они прячутся мог а еще на фоне вот этих пожелтевших листьев так вообще маскировка такая ходишь вот наклонку ну так вроде как и чего-то и и найдешь ну хорошо ладно дальше осматриваем местные достопримечательности ну как у тебя тут да мало конечно попадаются иногда но если учесть что сегодня 9 июля если учесть что жара 30 с лишним градусов это нормально а ты сюда то давно ходишь у я это место знаю больше 30 лет я сюда давно хожу и тут раньше было дико глухо а сейчас уже как местонародный гуляний стало ну тут и сички растут и ну точно земляника есть стараемся что-то собрать но хожу давно и что интересно что деревья мне такое ощущение были такими же да не меняется да ну может чуть-чуть потоньше были ага весь пейзаж такой же остается все тут тоже самое ну стараемся вот пройтись по более сырым местам что все-таки жара такая кое-что находим вот ну и иногда обвиняет в том что а че вы все лисички собираете так и собираем то что растет да сейчас например да ничего почти не растет да как это желаний много да собираем то что растет ну а потом если будут другие грибы так не до лисичек честно говоря будет да то есть подчиняемся циклам природы ну я так понимаю что надо жить по законам природы как она решила так и будет да ну ладно значит как она решила значит будем собирать высыпал это как небольшие молоденькие ну с другой стороны сейчас их не забрать они высохнут на корню так что забираем ищем 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 вот такими плевочками так идешь идешь оп да вот одна сзади одинокая ага ага больше вот ожидать не трудно ну ничего никто не гонит единственное что такая парилова вообще ужас о сосната смотри полностью высохшая не большая засыхает по краям шляпки не не здесь вот полностью во мху спрятались да река ну семейка такая обширная очень хорошо вот 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 эти красные это бузина да красная там была бузина я тебе сейчас подойду ну да да она тоже закраснелась интересно она должна быть попозже немного бузин ствует ладно идем к машине сейчас поедем в другое место здесь прошлись по главным грибницам грибницам малина 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 смотри здесь сыр видать возле озера то да да ну садовая это уже вообще он людмила александровна так ведрами собирает садовая хорошая да и эти смородина уже чернеет так что мы будем смотреть тогда и малину ну вот мы переехали на новое место сейчас будем искать в другом месте посмотрим что выросло все идем вот в прошлом году было очень сыро вода стояла очень высоко и вот деревья были затоплены и все смотри не ожили да ну они совсем немножко некоторые ожили ну чуть-чуть буквально вон и березы пострадали и сосны пострадали то есть таяние в воде это не есть гуд у мари до сих пор вода надо же так смотри ничего себе а ведь в какие-то годы просто ездили вот здесь на машине проезжали вот вот тебе и жара лягушки квакушки а это вот заросли мяты сейчас идем запах такой вообще потрясающий ну рядом с машиной потом можно чуть-чуть нарвать подсушить в чай зонтики вылезают гнездышко лучше наверное все там уже июль так все птенцы вылетели набирает силы для перелета ну вот а мы сейчас все вокруг этого озера и крутимся только объехали с другой уже стороны мы были с как говорится северной а теперь с южной стороны оно довольно таки большое ну вот и здесь вот по берегам вот эти лисички то и смотрим сейчас мы поднимемся в лес там будем смотреть ну вот вышли сейчас на такое высокое место здесь тоже как парк только уже с березами внизу вот цвет цветочки марьянника марьянник лесной так он выглядит много тут его прям вот все иной раз засыпано о смотри-ка не лисички другие грибы уже все съедены это были сыроежки сыроежка пищевая хороший гриб вот съедены вот такой жаре так о а этот молоденький хорошенький ну замечательно пойдет пойдет в корзинку а его сородичи не дождались радостной встречи с нами ну что ж останутся в лесу не поедут в город так а это у нас что это у нас тоже сыроежка и тоже съедена ну ничего может быть и будут еще ходим смотрим грибы удивили птицы вроде уже все должны молчать не поют ну что скажете 5 до ну я вот несколько этих сыроежек вот этих пищевых подгрузки чернеющие все червивые есть есть да видела видела семейку червивые совершенно ну такой жаредок первый конечно а я что-то и не видел их вот тут то у них семья то есть большая наделала делов все она еще цари зеленая еще живая береза то верхушка верхушку отломила уже все ветром видать и листья засохли а здесь и листья хорошие только чаги да вон какие крупненькие все убило как говорится целебленное для человека смертельное для березы решили пойти ближе к реке немножко искупнуться так что жара просто очень мощный как-то крайне тяжело сейчас искупаемся так мозг станет на место придумаем что делать дальше грибов здесь в лесу нету там на берегу было там сыра и как-то они росли а здесь нету ну хорошо а вот интересны желтые цветочки это так называемый чай луговой вот такие кругленькие листочки и он стелется по земле и вот если так посмотреть он целую большую поляну затянуло затянуло ну вот а название не 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 просто не спроста действительно и это это растение тоже засушивают и заваривают в качестве чая вот вот ну и плюс он декоративный какой желтый желтым желток ну чего устала ну еще чуть-чуть он до воды давай давай ну что интересно сердечками ну на липу похоже да вот так вот смотри здесь бетонную свая забита интересно ну ладно к берегу идем ну вот выход на берег поваленные деревья как тут деревья навалял вот это да во время шторма берег моет вот оно тут и падает водохранилище ну сейчас будем купаться добрались ну как тяжело тяжело и жарко ага да зафикнуться я вот уже снах вот так вот грибы такие ха-ха-ха-ха-ха ага ну ясно ладно все сейчас тогда купаемся ну вот здесь купались и вот натолкнулись на такую табличку на такую табличку здесь трагический погиб соловьев Виктор Михеевич тридцать седьмой год первого октября тридцать седьмого четырнадцатого марта восемьдесят первого это как раз сорок лет назад где ну вот это дерево стояло на берегу но оно до воды было ну еще метров десять-двенадцать не меньше ну в свое время а сейчас видите что творится все до него дошла вода скорее всего этот год последний на сене шторма подмоет это дерево и оно упадет все а как погиб что погиб ну скорее всего рыбак если это март а нет февраль 14 февраля скорее всего рыбак провалился под лед и все надо было узнать может местные кто расскажет что произошло на самом деле ну ладно пойдем к машине тут все по-серьезному стоянка рыбаков ну ладно не будем мешать вот надо же и дождик пошел о как стоило нам искупаться как дождь пошел ну маленький думаю не сильно намочит ну вот сколько ходили оказывается прямо около самой грязи около самой воды это хилые идеи вот а повыше в лесу нету так что тяготеют к воде к сырости ну все правильно на такой жаре а вот здесь уже вот уже грязь идет вода стояла ладно хорошо берем о стали под ельники расти эти это вот как побеги картошки у них собственно хлорофила нет такие белесые это цветочки такие видите высыпало ну ладно хорошо ну вот и здесь тоже прямо возле самой тропинки и возле самой воды в самой траве в самой траве вот вот как прячется хорошо это можно сказать наши премиальные домой пошли вот замечательно очень хорошо и вот еще тоже возле самой воды и сыроежечка и сыроежечка сыроежечка и сыроежечка червевая съели ну ладно возьмем возьмем лисички вот разные метки бывают это вот такое такая метка да лось ага лось лось грозный череп не ну ладно идем к машине ну вот мы закончили свой сегодняшний путешествие ну че можешь сказать в общем вот в этом месте вообще грибов буквально единицы а один но такое чувство что вот эти люди живут которые там может быть они там выбирают и грибы и ягоды про видно что просто все под это подчистую мы на землянку точнее полу землянку там костер видать там какие-то вещи висят и умывальник сделан сапоги ну понятно ладенько похоже что они тут живут и живут капитально и все выбирают ну ясненько ну ладно значит сегодня у нас 9 июля 2021 года пособирали мы едем домой ну вот наш сегодняшний урожай где-то четверть корзинки до крибы грибы сухие абсолютно сухие такие точенькие короче растут просто вопреки всем всему все я ну ладненько все едем домой и